День независимости 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 Причиной выдающегося ученого, президента Казахской Академии Питания, Казахстана Гейнбегера Турегельда Шарманова. Он направил телеграмму соболезнования родным и близким академикам. Президент отметил, Турегельда Шарманович, посвятившая всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины. Был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании. Было налажено сотрудничество со Всемирной Организацией Здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Турегельда Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа, говорится в телеграмме. Президент Казахской Академии Питания, известный нутрициолог Турегельда Шарманов ушел из жизни на 1994 году. Всю свою жизнь он посвятил развитию отечественной медицины. На протяжении 12 лет возглавлял Министерство Здравоохранения и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи. С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской Академии Питания, одной из ведущих научных организаций страны. Академик был удостоен множества наград, включая высшую степень отличия Всемирной Организации Здравоохранения, что подчеркивает его исключительные заслуги на международной арене. А также звание Ембекера, высшей степени отличия Республики Казахстан, выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения. Теперь о событиях в мире. Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе. Вердикт вынесен коллегии и судей в Гаге по итогу рассмотрения обращения Южноафриканской Республики. Ранее страна обвинила Израиль в предполагаемом геноциде. За решение проголосовали 13 судей из 15. Орган обязал Израиль открыть доступ международным следователям в сектор газа для проведения расследования. Отмечу, решение суда носит промежуточный характер. Инспекции будут продолжаться для установления фактов нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Суд постановил, что в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут подвергнуть палестинцев полному или частичному физическому уничтожению. Во Франции придумали новый способ борьбы со школьным буллингом. Согласно официальной статистике, с этой проблемой сталкивается каждый третий ученик начальной школы, каждый пятый в среднем звене и каждый второй в старших классах. Чтобы дать понять, чем страшен буллинг, французы использовали виртуальную реальность. Подробнее расскажет Альяс из Дыкова. Школьный зал в парижском пригороде, несколько групп старшеклассников и набор очков виртуальной реальности. Ближайшие 20 минут каждый из учеников проведет на месте жертвы издевательств. В этих очках демонстрируется фильм, рассказывающий историю Жюли, против которой развернулась настоящая травля. Видео снято таким образом, что каждый зритель ощущает себя несчастной Жюли. Такой подход уже доказал свою эффективность. Подростки с удовольствием погружаются в виртуальную реальность. Многие из них сегодня впервые держат в руках такие очки. Сам просмотр проходит в полной тишине, но эмоции видны сразу. С момента, как есть визуальное погружение, ваш мозг говорит «я в этом месте». События, которые там происходят, эмоции, которые вы испытываете, они реальны для мозга. Но всегда есть часть сознания, которая знает, что это неправда, так что вы себя чувствуете защищенными. Но эмоции более сильные, чем при просто просмотре видео, потому что вы находитесь там, внутри. Во время просмотра этого фильма зрителям дается информация о том, как распознать издевательство, как нужно реагировать жертве и свидетелям. Один из самых впечатляющих моментов – отсылка к закону. Во Франции, за травлю в школе, несовершеннолетний агрессор может получить от двух до пяти лет лишения свободы. Вначале это была личная история. Одна из моих дочерей стала жертвой буллинга. Хорошо, что она догадалась мне об этом рассказать. Немногие дети решаются на это. Я осознал, что многие не решаются говорить с родителями на эту тему. А если и говорят, у родителей чаще всего нет решений. И через этот проект я хотел дать детям набор решений, указать людей, к которым можно обратиться. Есть ассоциации, которые помогут найти решение проблемы. Для самих учеников пережитый опыт оказался очень эмоциональным. Это было иммерсивно. Оказаться на месте жертвы нам позволило понять, что к таким вещам нужно относиться серьезно. И нужно говорить об этом. Мы в конце увидели, что героиня перестала молчать, и ей это помогло. Когда ты ощущаешь себя в роли персонажа, это эмоционально. И ты чувствуешь то, что испытывает жертва буллинга. Я думаю, что это намного лучше той профилактики, которая была у нас раньше. А здесь мы погрузились, и это тронуло. Авторы этого проекта говорят, фильм в виртуальной реальности при всей эффективности не может быть волшебной палочкой. За 20 минут решить проблему буллинга невозможно. Но сразу за просмотром картины следует дискуссия, когда тема травли перестает для детей быть табу. Они начинают говорить. И это главное. Альяса Сдыкова, Руслан Умержан, 24КЗ, Сесон, Франция. К этому часу у нас все. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok